друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец у нас 8 февраля 2022 года сегодня я хочу рассказать вам об одной удивительной истории которая произошла в современной россии которая может иметь самые далеко идущие неприятные последствия для российского президента владимира путина и так о чем пойдет речь в россии есть генерал-полковник в отставке очень известный человек очень известны своими националистическими взглядами зовут его леонид ивашов он председатель общероссийского офицерского собрания и вот этот самый генерал-полковник в отставке 31 января то есть неделю назад выпустил целое обращение против войны россии с украиной в подготовке подобной войны он обвинил руководство российской федерации и лично президента владимира путина которого призвал уйти в отставку что же произошло почему только через неделю фактически средства массовой информации начали говорить об этой отставке и почему это заявление произвело эффект разорвавшийся бомбы и сейчас видео с леонидом ивашовом начинают набирать сотни тысяч и миллионы просмотров на ютубе и эта история будет иметь самые неприятные последствия для владимира путина и так этот самый леонид ивашов который известен своими националистическими взглядами а также известен неприятием расширения нато длительное время являлся таковым и остается по сегодняшнего дня в первую очередь запомнился всем как начальник главного управления международного военного сотрудничества министерства обороны российской федерации период 1996 2001 годов на его работу как раз на руководящем посту в министерстве обороны припала косовская операция а также приштинская операция то есть самые пиковые моменты противостояния ельцинской россии с нато этот человек который никогда не скрывал своих националистических взглядов причем крайне правы возбуждает организацию которая объединяет многих высокопоставленных основных офицеров российских вооруженных сил и вот именно этот человек именно этот человек записал обращение текстовая которая вышла кстати на официально вот этом сайте общероссийского офицерского собрания 31 января обращение общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам российской федерации и вот в этом тексте очень длинном характерном выдержанном знаете таких вот советских военных формулировках то есть очень длинная сложно подчиненные конструкции то есть витиеватый текст очень много обоснования но и вообще вот знаете такой дух честно говоря советской армии просто не скрывается идет тем не менее она выдержана в очень жестких очень крайне жестких выражениях в адрес лично владимира путина его ближайшего окружения почему так произошло когда казалось в принципе уже никакого проявления альтернативной мысли тем более среди представителей силового крыла ветеранов отставников вооруженных сил мы себе даже и представить не могли и почему эта история так опасно для путина потому что леонид ивашов до сих пор остается крайне популярным в российской офицерской среде среди высшего генералитета несмотря на то что он уже 21 год как находится в отставке он по-прежнему сохраняет огромное влияние и постоянные контакты с руководством нынешних российских вооруженных сил мы не говорим о политических назначенцах так называемых пиджаках мы говорим еще раз повторю именно кадровых военных и вот этот самый леонид ивашов выражает не личное мнение даже не тех людей которые он представляет кстати он заявил о том что они провели опрос среди тысяч членов этого самого общая российского офицерского собрания сказал что 73 процента магическая цифра его поддержали и он заявил о том что самое продакционное не только общество не поддерживает войну путина в украине не поддерживает его генерала он заявил о том что за все будут нести ответственность и складывать свои головушки будут представители российских вооруженных сил а политики как всегда будут паразитировать случае поражения виновных назначат военных а в случае победы естественно припишут эту победу себе что в этом заявлении такого опасного для путина и почему это вызвало огромнейшую сейчас дискуссию российских сми при всей их скажем так зашоренности при огромном уровне цензуры и еще раз повторю сейчас феноменально просто взрывается все видео с этим самым генерал-полковником и вашем котором сейчас записывает дает активное интервью российским там полу либеральным сми типа эхо москвы и похоже и так в этом самом обращении он пишет о том что ранее россия ссср ввела вынужденные справедливо акцентирует воины и как правило когда иного выхода не оставалось когда жизненно важные интересы государства и общества оказывались под угрозой а что сегодня угрожает существование самой россии если такие угрозы задается вопросом генерал и отвечает можно утверждать что действительно угрозы на лицо эта страна на грани завершения своей истории всего жизненно важная сфера включает демографию устойчиво деградирует а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды и деградация носит системный характер а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы и это говорит генерал на наш взгляд главная угроза российской федерации а далее он переходит к вопросу если реальная опасность со стороны украины и нато безопасности российской федерации и вот что какому выводу приходит генерал ивашов а он пишет нагнетаем вокруг украины ситуация носит прежде всего искусственный корыстный характер для неких внутренних сил рф в том числе в результате развала ссср в котором решающее участие приняла россия ельцин украина стала независимым государством члена он и в соответствии со статьей 51 устав он имеет право на индивидуальную и коллективную оборону и далее он пишет что вопрос отворимом со стороны киева так называем геноциде в юго-восточных областях не поднимался него не в обсе и для того чтобы украина осталась дружественным соседом для россии необходимо было было для нее продемонстрировать привлекательно с российской модели государства и власти в целом но рф пишет генерал таковой не стало ее модель развития и внешне политический механизм международного сотрудничества отталкивает практически всех соседей и не только попытки через ультиматум угрозы применения силы заставить полюбить российскую федерацию и руководство бессмысленный и крайне опасный заявляет генерал ивашов и далее возникает вопрос а каковы истинные цели провоцирование напряженности на грани войны возможно развязывание широкомасштабных военных действий а что таковые будут говорить численности боевой состав формируемых сторонами группировок войск не менее чем по 100 тысяч военнослужащих с каждой стороны по нашему мнению руководство страны понимая имеется ввиду россия что вывести страну из системного кризиса она не способна это может привести к восстанию народа и смене власти в стране при поддержке олигархата коррумпированного чиновничества прикормленных сми и силовиков решила активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны и война генерал ивашов является тем средством который решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатство другого объяснения заключает он мы предложить не можем и концовка от президента рф мы офицеры россии требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны в которой рф окажется в одиночестве против объединенных сил запада создать условия для реализации на практике статьи 3 конституции рф и уйти в отставку также ивашов обратился ко всем военнослужащим запасы и в отставке гражданам россии с рекомендацией проявить бдительность организованность поддержать требования совета общероссийского офицерского собрания и не допустить гражданского конфликта с применением военной силы это что же получается это получается что человек который длительное время олицетворял еще раз мы не оцениваем личность генерала ивашова понятно что он является таким же законченным негодяем как и большинство руководителей нынешней россии но тем не менее этот человек является выразительным значительно мнение значительной части не просто граждан российской федерации а людей относящихся к элите вооруженных сил и этот человек совершенно безнаказанно безнаказанно бросает в лицо путину обвинение в том что он организует геноцид русского народа о том что он развязывает заранее прожившую войну против украины и нато он так это оценивает что этот конфликт не закончится на противостоянии россии украины к нему обязательно присоединяться союзники по нато то есть без еще раз оценки личности этого человека как военного специалиста мы можем сказать что он является профессионалом своего дела и этот человек вынося свои крайне резкие однозначные осуждения тем самым казалось бы подводит себя на фактически под плаху репрессии но что происходит а ничего не происходит поскольку любые действия в отношении леонида ивашова будут иметь скорее всего обратный эффект более того я уверен что путин российские спецслужбы оценивают заявление леонида ивашова не как его личную позицию и даже не как заявление общероссийского офицерского собрания а как позицию значительной части генералитета которая просто была высказана она была высказана через генерала в отставке из которого собственно говоря и взятки и гладки ну максимум что им можно инкриминировать неужение к власти возбудить какие-то дела но это еще больше повысить его как не парадоксально авторитет в военной следе и самое главное военные реально те люди которые сейчас стоят ураль российскими вооруженными силами через леонида ивашова передали кремлю однозначный сигнал который заключается в том что путин идет по крайне опасному пути за которым может последовать все что угодно включая даже бунт генералов что интересно российские эксперты военные эксперты в приведет на в таком ключе и оценивают заявление леонида ивашова в частности российский офицер бывший офицер российских спецслужб а также экс-депутат госдумы российской федерации геннадий гудков в комментарии голосу америки заявил что его взгляды на политику кремля в разное время были достаточно противоречивыми но то что сейчас он крайне жестко хлестка выступил против втягивания россии в войну с украиной призвал к отставке путина и указал на то что созданная путиным система власти деградирует и опасно является опасностью для страны говорит о многом его письмо свидетельствует об очень серьезных изменениях и настроениях в самых разных слоях населения и далее люди осознают что война будет исключительно несправедливой и решительно не хотят ее допустить поэтому для кремля это серьезный сигнал к которому следовало бы прислушаться другие военные эксперты идут еще дальше и говорят в тоне той версии которую озвучил я что на самом деле заявление ивашова является четким сигналом путину со стороны военного генералитета именно по этой причине никаких репрессивных шагов в отношении преследования основного генерала предпринято не было и очевидно именно эта причина неуверенности путина до конца в надежности военных в том что они до конца выполнят указ является ключевой причиной нынешней нерешительности путина который по сути заморозил приостановил уже запущенный маховик войны есть еще один очень важный аспект на который обращают внимание генерал леонид ивашов он говорит о том что при том количестве накопленного оружия которая сейчас сконцентрирована российской границы мы можем все только представить чем занимаются российские военные находящиеся в зимних лагерях ну что они там делают они просто пьют дисциплину нарушают банально говоря и в такой ситуации никто не может гарантировать что какой-то один неуравновешенный неконтролируемый офицер не случай случайно например не запустит какую-то ракету и не начнет конфликт в котором уже потом никто не разберется была отдана команда или нет именно в этом профессиональные военные видят реальную опасность для путина а то что путин почувствовал крайнюю уязвимость своей ситуации еще раз повторю и том что это крайне опасный сигнал прозвучал от это называется белая кость российской армии это абсолютно очевидно крайне опасный сигнал для путина никогда прежде не возникавший не во время преступной войны против грузии не во время преступной аннексии украинского крыма начала войны на донбассе не во время сирийского конфликта а тут мы видим она возникла казалось бы из ниоткуда абсолютно реальная и ощутимая опасность которую путин как представитель спецслужб не может не ощущать и не может себе не отдавать отчета в очень крайне тяжелых последствиях лично для себя для своего режима принятого того или иного решения вот такие у нас сегодня новости интересные друзья надеюсь вам также было интересно посмотреть это видео в таком случае лайкайте его комментируйте и расширивайте чтобы как можно больше людей имела возможность его посмотреть подписывайтесь на мои соцсети поддерживайте нас на патреоне и если оказались на этом канале впервые обязательно подпишитесь на него с вами был тарас березовец до новых встреч пока пока а